Здравствуйте дорогие коллеги! Я буквально пару минут займу ваше внимание насчет стенки Адлит, приуроченной ко Дню Победы. Все имеют в группе классное руководство ссылку на эту стенку. Я ее могу обновить и вы можете ее тоже передать, нажав на стрелочку, передать ее в любую другую группу. Вы нажимаете и открываете эту стенку сначала. Вот она загружается. Нажав на нижний сегмент мышкой и удерживая эту мышку, вы можете ее перетянуть и вы наблюдаете, в принципе эта стена может быть бесконечной. У нас она конечная. Завершаем. 12-й Б. Я выбираю, допустим, как классный руководитель 6-го Б, выбираю себе вот этот задаток колонки. Нажимаю на плюсик. Я зарегистрированный пользователь, а вы как незарегистрированный будете просто выглядеть анонимно. Вот я нажала и вот появляется мое имя-фамилия. Если вы хотите зарегистрироваться так, чтобы ваше имя-фамилия тоже отражалось, браво, то вы нажимаете на padly.com и вы регистрируетесь, логируетесь. Теперь что делаем? Я нажала на плюс, открылось вот это вот окошечко, нажимаю на стрелочку, открывается меню, я выбираю пик файл, мне нужно выбрать файл, открывается доступ к моему компьютеру, отсюда я выбираю, не знаю, что-то из загрузок. Ну вот я загрузила заранее одну фотографию просто из интернета, выбрала, открыла, жду, идет загрузка, ну и появляется картинка. Вы ее можете назвать, не знаю, если вы загружаете свою фотографию, загружаете фотографию какого-то ученика, ну вы можете написать фамилию, не знаю, например, Ратушняк, все, можете что-то написать, здесь название композиции, мы помним, например, Ребенок назвал свою композицию, все, загрузка есть. Вы видите, я могу этот пост оценить, я могу оценить свой пост, чужой пост, я выбрала звездочки, ну так как вот мероприятие приурочное 9 мая, могу добавить комментарий, я могу добавить себе комментарий по необходимости, я могу добавить комментарий любому другому пользователю этой стены, а пользователь тот, кто имеет ссылку, вот так. Ну я могу похвалить мальчик Ратушняк, ты молодец, или мне очень нравится, ну или если есть такая необходимость. Все, первая вкладка есть, дальше, плюс, я к шестому Б могу добавить еще что-нибудь, допустим, я хочу видео добавить, ну видео само по себе вы не загрузите, так как фотографию, а здесь нужно только через линк, то есть заранее ваше видео должно быть загружено, ну например, на Google диске, вот я захожу на Google диск, захожу в сервис Gmail, да, выбираю диск, если я пользователь Gmail, загружается мой диск, и отсюда я что-то могу выбрать. Ну я заранее, конечно, не снимала себя на видео и стихи не читала, но вот здесь у меня есть видео. Я нажимаю на мышке правую кнопку, открывается такая вкладка, мне нужно выбрать копировать ссылку общего доступа, я на нее нажала, и внимание, внизу, доступ по ссылке включен, он у вас может быть отключен, его нужно включить, то есть убедиться, что он там зелененький. Затем я иду, возвращаюсь к стене, нажимаю на линк, открывается вкладка, правой кнопкой мышки нажимаю, открывается еще одна вставка, вставить, это та ссылка, которую я скопировала с диска, сохранить, и вот это видео сохранилось. Вот оно, все, пост готов. Ну, кто-то может меня оценить или написать комментарий мне. Видео открывается. Да, видео открывается, выхожу из него. Ну, вот так вот, через заминочку, конечно, все не сразу, но преимущество в том, что мы все можем видеть, все, кто имеет ссылку, имеют доступ к этому, и мы все можем подвязываться к любому посту, писать что-то, комментировать. Также мы можем удалить, если нам что-то не нравится, или мы передумали, или хотим поменять. Возвращаюсь, да, я вижу вот корзиночку, я могу удалить. Потом давай что-то еще. Ну, все. Надеюсь, это было доступно. Всем хорошего дня. Продолжение следует...